Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, вы смотрите новые, все еще карантинные, да, ясно, понятно, блог на канале страны. Чувствую я себя уже очень хорошо, до конца этой недели я все же буду еще дома, но со следующего понедельника я буду уже, слава тебе, господи, в студии. Завтра, друзья мои, нас с вами ожидает эпохальный матч, а именно полуфинал Евро-2022 по футзалу, где сразятся сборная Украины и сборная России. Украина вышла в полуфинал в Евро по футзалу впервые за последние, на самом деле, 17 лет. Российская же сборная традиционно играет на порядок сильнее и в аналогичных чемпионатах именно в этом виде спорта не опускается ниже второго-третьего места, ну, в последние годы. Еще большой интерес, в принципе, вызывает предстоящая встреча украинской и российской команд, потому что традиционно после 2014 года Украину и Россию в любых спортивных соревнованиях пытаются максимально разводить, ну, чтобы они не встречались по понятным причинам. Но если это происходит, как сейчас, в решающих матчах, то поделать ничего нельзя. Командам придется сразиться. Давайте же разбираться, чего можно ждать от этого матча и какая может быть замечена потенциальная зрада. Ну, без этого тоже никак. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. О, спорт, ты мир или нет? Пишите в комментариях. Что ж, обе сборные в чемпионате Евро-22 по футзалу прошли долгий путь и в итоге встретятся завтра, 4 февраля, в полуфинале. Матч Украина-Россия будут транслировать ЮАПерши и Суспильный спорт, это два украинских телеканала, начало 18.00. А та сборная, что победит завтра, 6 февраля, встретится в финале с победителем пары Испания-Португалия. По прогнозам букмекеров, у России больше шансов выйти в финал, но я все равно буду болеть за свою страну. Я за Украину. Ну и, как вы наверняка догадались, не обошлось без рады, которая связана с одним из игроков украинской сборной. Зовут его Владимир Разуванов. Все дело в том, что в свободное от игре в украинской сборной время он играет за российские службы, а также участвует в чемпионате по футзалу в Российской Федерации. В том числе за клуб коммунистической партии Российской Федерации, за этот же клуб играл капитан команды сборной Украины Петр Шатурман. Об этом начали писать, разумеется, украинские СМИ, некоторые писали такие тревожные сообщения, мол, а вдруг эти ребята возьмут, да и выйдут с трезубом и рядом серп и молот, ну или красная звезда, кто там знает. Об этом также пишут в социальных сетях. Некто Разуванов играет в России, еще большая зрада в том, что имя он там сделал в клубе с позорным названием КПРФ, а только что получилось, что именно этот Разуванов забил казахам решающий гол. Если повторит подвиг и в следующей игре, так и быть, выпишу ему индульгенцию, пишет некий Юлий Морозов. Нападающий Владимир Разуванов на самом деле уроженец Макеевки, ему 29 лет, раньше он играл за Донецкие, Луганские и Енакиевские команды. С 2014 года перешел играть в российские команды. Сначала играл в московском Спартаке, потом перешел в этот клуб коммунистической партии Российской Федерации. В составе этого клуба стал чемпионом России 2020 года и сейчас на данный момент играет за Самарское Динамо, тоже в России, собственно. В интервью футболист никак не комментирует свою игру в российских клубах и вообще политической темы не касается. Своими родными городами считает Макеевку и Луганск. Капитан украинской сборной Петр Шатурма, уроженец Ивана Франковска, тоже играл за клуб КПРФ. И несмотря, друзья мои, на то, что футзал это не очень популярно, ну как минимум в Украине, я не знаю как там в России, но тем не менее этот грядущий резонансный, согласитесь, поединок обсуждают в сети. Бывший пресс-секретарь футбольного клуба «Шахтер» Руслан Мармазов написал 4 февраля в 1-2 финала Евро-2022 по футзалу в Нидерландах сойдутся сборные Украины и России. Общая обстановка в мире выводит этот матч за рамки чисто спортивных событий. На Украине подготовку к встрече с принципиальным соперником начали с того, что загнобили одного из лидеров собственной сборной Владимира Разуванова. Националистическая публика негодует. Разуванов родом из Макеевки, что уже подозрительно. Сейчас он выступает за «Динамо Самара». Игрок российского чемпионата и вызван в сборную Украины. Немыслимо, но до «Самары» Разуванов и вовсе играл за КПРФ. Есть в Москве такая мини-футбольная команда, что для декоммунизированной Украины просто шок. Бизнесмен Гарик Карагодский пишет 4 февраля «Украина-Россия» полуфинал ЧЕ по футзалу «Будем болеть, россияне очень сильны». Одна из первых сборных мира, но шанс есть всегда. Да, и с выходом в полуфинал это большой успех. Поэт и музыкант Виктор Байрак пишет. Давно о спорте не писал, и тут интересный вопрос. Чемпионат Европы по футзалу мини-футбол вывел в полуфинал 4 команды, то есть 2 пары. В одной встретятся супер титулованные Португалия и Уверен Испания, в другой Россия и Украина. Внимание, вопрос, кто помажет со мной баксов по 10, что игру супер грандов будут смотреть меньше народу, чем вторую. Вот такие дела, друзья мои. Пишите в комментариях, будете ли вы смотреть матч, за кого вы болеете и чем все закончится. Сколько будут еще травить украинских спортсменов в украинской сборной. Я надеюсь, ребята в нашей сборной не промывали мозги о том, что они ни с кем не общались, ни с кем, не дай бог, рядом не фотографировались. И вообще, ну вы сами все прекрасно знаете. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале страны. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и получать о них уведомления. И подписывайтесь на наш телеграм-канал «Политика страны». Там всегда больше актуальной информации специально для вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok